I have ways of blowing things off Нам нужно будет бегать, бегать быстро Со мной вот робот Санта И сегодня мы попробуем Нет, тут нельзя плавать, ладно Следующая карта Болото Я вам, ребятки, так скажу Я не очень хорош в этом всём Я пытаюсь это проходить как профессионал Чекпоинты Нет! А почему ты не допрыгнул? Ой блин, ну тут три жизни, кстати Вот, вот я поторопил Всё, я слился очень быстро Главное, больше всего я продержал именно первую жизнь Очень, ну как бы, ладно, во второй раз я уже поторопился По одной простой причине, что как бы Я больше всего продержал последнюю жизнь Ребят, в общем, нет, смотрите Несмотря на то, что режим, блин, резкий как понос Вот, он интересный Если немножечко привыкнуть к этим механикам и к этим скоростям То есть, через какое-то время начинаешь втягиваться Ну, не знаю, мы Вот, в прошлый раз поиграли И под конец у меня начало получаться Сейчас мы сделали такой небольшой перерывчик И вот решили записать вам этот режим показать И опять начинаем рачить, потому что Тут очень высокие скорости Вот И с этим нужно быть осторожным Тут буквально там, не знаю О, вот, чувак Упал Перед самым финишем умер Перед самым финишем, красавчик Дебаешь? Упал 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 Ивент Пасхальный Подходит к концу Все яйца собраны Надеюсь, ребятки, у вас тоже Ух 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 Я думал я не долечу Ух 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 Как тут лучше дойти? Вот здесь. Есть. Пройдено. Я запутался. Ну, вот эта карта была относительно наисечки, потому что прыжков практически не было. Ух! Что с твоей футболкой? И что с твоими джинсами? Откуда ты сбежала? Так, ладно. На чем тебе футболка держится? Я не помню. На футболке. Футболка на футболке держится. Вот тут чувак, он вообще в пижаме бегает. А, нет, ладно, это не пижама. Я думал, в пижаме бегаю. Да, нормально. Робосанта. Итак, бегаем по зелени. Вот эту карту я, по-моему, один раз уже видел. Я не так... Слезь с дерева, пожалуйста. Я в дереве... Я застрял в дереве! О, нет! Теперь ты будешь как одна из белых, которая застряла в дереве. Ха-ха-ха! Вот это крутяк! Кто же тебя спасет? Ладно, ребят. Пришлось ресетнуться, потому что я тупо застрял в дереве. НЕЕЕЕТ! Я перед самым концом умер и теперь я не займу третье место. Хотя... Может быть... Я занял третье место! А может быть, корова. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... Ух ты ж! я знаю как спасибо они у меня две еще нормально нормально да мне как-то я главное дошел после так я застрял на елке да ребятки вот вот эта карта хейст я так думаю что но это видео когда это видео выйдет вам останется еще два дня до конца эль-эвента так что вы возможно даже еще и успеете ну карта не самая легкая но и не самое трудное ну это она легкая эта карта просто она нормальная я отскочил супер сильно просто прям отскочил стоп в смысле как я умер там был чекпоинт я его не взял я молодец но зато я был чекпоинт я же не дотрагивался до лазеров что ж дотрагивался нет так чекпоинт самое важное чекпоинт теперь мы уберем яйцо которое у нас уже есть вот чекпоинт вылечит есть вот яйцо да ребятки его надо взять как я убил я же не умирал яйцо у нас уже есть но оно все равно продолжает браться ну то есть если его взять так что ай да я четвертое место а надо было до вертушки прикоснуться я пятое место нормально да яйцо мы донесли вообще фишка в чем что нужно забрать яйцо и обязательно донести его до финиша тогда вы его получаете да нужно добежать до вертушки это особая криминальная игра да она че сгорела и я еще одну офигей как тут можно было сгореть ну ладно я тупил еще в больших моментах так что удивляться почему люди тупят ну это такое себе так секретная миссия хейст пройдена я проголосую за рефлексию рефлексию мистические альпы нет да а может волшебный лес зачарованный лес ммм ну все проголосовали за альпы нет а нет да нет да 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 все альпы я так и сделал альпы почему альпы хорошая карта это классная карта но что то мне не нравится что то тяжелая она что то очень много еды да так я же прыгнул дурацкий лед понимаешь да понимаю когда я пойду ладно давай в следующий раз если будет голосуем за зачарованный лес чекпоинт опа в прошлый раз я здесь умер ну да мне ставят за чекпоинт я приду первым в свою жизнь фиг 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 ну зачем а как я должен по вашему останавливаться меня выбрасывает не нужно оттягиваться до этих каменных штук чтобы о меня тормознуло седьмой ну блин да как в марио карт каждый раз когда ты идешь первым ты скорее всего финишируешь восьмым а главное вовремя остановиться да повар ну-ка давай яйцеголовый беги вот как вот ладно я могу слышать поваром получше так может маяк высоты хочешь или отражение да высоты ты не представляешь насколько это старая карта она была еще по тем временам когда хорошо я за ней проголосовал я не против ну то что то такое азиатские мотивы да и уваренья да высоты высоты ну кстати ребят мы уровень подняли я так сейчас заметил у нас второй уварень да у меня только второй уровень ухты а это еще и там музыка а тут хардкорненько да какой хардкорненько опа я улетел спасибо ты что не понимаешь в этом да не понимаю я же даже не пытаюсь что я тоже был приедем первым а не она в смысле эээй да почему ж ты не допрыгнул то ты второй я вообще не приду сейчас я я обиделся я вообще не приду 1 почему все так резко ну да я дошел до чек-поинта и слился не ну ладно ладно нормально сколько вообще человек пришло а ну нормально 10 человек то есть я просто не удачник получается хорошо паре шоу я тут всех пары шел вообще мы ребятки пытаемся с вами делиться теми режимами которые очень нравится нам самим то есть приятная атмосфера приятная музыка даже если мы не совсем хорошо играем в эти режимы на режимы хорошие мы хотим с вами поделиться собственно в этом заключается философия нашей игры в roblox то есть не обязательно показать свою скилл уху какие мы там крутые классные всякое такое нет мы можем иногда очень часто ладно говорю про себя я могу иногда очень часто сильно нубить и рачить а вот ну ну да да ты же у нас профи а вот но если режим нам нравится то мы хотим с вами поделиться поэтому мы его записывал не знаю что тут такой расклад ну вот я приду уже хорош да я уже приду четвертый вы чё с ума сошли какой четвертый шестой да вы чё совсем что ли пятый седьмой нет восьмой десятый давай беги робо санта дурацкие тупые чекпоинты я же до них дотрагивался watch а все а анимация баку почему то вызывает у меня ассоциации с Флинстонами. Помните, если кто-то из вас такой же старый, как динозавр, вы, может, видели Флинстонов, вот, там, когда они в машину ввели, у них такие же ноги, так-так-так-так-так, примерно такие же Машина Флинстона? Да, да, он был раньше в Роблоксе, и даже вот у кота он был. Там можно было, по-моему, раньше получить еще корону Паулика. Да, иглу. Жилище иглу. Ну, к сожалению, к сожалению, Роблокс удалил эти вещи, потому что... Ну, Роблокс растет и меняется, и тут его нельзя упрекнуть, потому что невозможно держать абсолютно все, и они добавляют очень много новых вещей. Поэтому я бы не стал ругать Роблокса то, что... Он удалил какие-то очень классные и красивые вещи, потому что каждый день добавляются десятки других классных, хороших вещей, которые делают люди, а не Роблокс. И Роблокс делают, и люди делают, и они вообще молодцы. Кстати, ребят, кто из вас был на ивенте... Да, я надо было прыгать. Я что-то заговорился, уже немножечко не подзабил на игру, а расслабился. Был ивент Stay Safe, Stay Home, то есть будь в безопасности и оставайся дома. Вот, ребятки, кто из вас на нем был? Это Роблокс проводил этот ивент, раздавали бесплатные вещи. Мы, кстати, все эти вещи получили, надеюсь, вы тоже. Как их получить, есть полно видюшек. Опять же говорю, мы же не на этом специализируемся. Ну, я надеюсь, ребятки, что вы сидите дома в карантине, у вас все хорошо и вы в безопасности. Я потратил всех свои три жизни, я вообще не пришел. Куда? На финиш. Зачем тебе на финиш? Что ты там забыл? Я целых три раза умер перед самым финишем, я мог занять первое место. Мог. Так, давайте посмотрим на карту. Ой, это опять хейст. А, это опять хейст. Ну, давайте еще раз хейст пробежим, почему бы нет. Вообще, в этом году, ну, смотрите, кот уже три года участвует в охоте на яйца, и он в этом более поднаторел. Я как-то раньше заходил, брал там 5-6, может быть, 10 яиц из тех, которые мне нравились. Этот кот был первым, когда я зашел и получил все яйца, все 49 штук. Не знаю, для меня это каким-то таким челленджем стал приятным, которым не хотелось выполнить. Почти все, почти все. Я прошел сам, кроме, сколько, одного уровня, который ты мне помог? Или два? Много, когда вообще не было за мной? Нет, который ты прям за меня делал. А, прям у тебя там на парковочке? Да-да-да, был... Ай, блин. Чё, сначала? Иго, пришел на речь. Да, там был паркур, я с паркурами не очень дружу. В общем, там была в чём фишка, что нужно было пройти целую историю. А чё ты чикпоинт не взял? Как я его не взял? Да, Оля, ты шутерейка. Там нужно было пройти целую историю. История была длинная, и при проигрыше нужно было начинать полностью сначала. И как-то я... Ну, ты же всё равно после потери двух жизней ты проигрываешь. И при проигрыше ты начинаешь сначала отдаиться. Я, по-моему, не приду. Да, блин, я просто уже это... Я рассказываю, когда я рассказываю, я начинаю отвлекаться от игры, что печально. Да, ладно. У меня было только 2 года, когда мы не все не получили. Прошлый этот? Да, 2019-2016. Да, мы в 2018 году участвовали в Вакханте, но мы не получили там всех нец. Опять же, мы зашли, просто получили несколько. Но в этом году мы решили поднапрячься, забрать всё. Я по всех, я по всех, канты пытаюсь получить как можно больше, потому что это особая вещь, которую потом будут пропадать. Ты умеешь? Это да, эти яйца, они уникальны, их больше ты не получишь. Но фишка в чём, что почему-то в этом году меня задело, что за все яйца дают ещё финальное яйцо Фаберже, которое ты получишь только при условии, что ты соберёшь все 49. Мне почему-то захотелось его получить. Кроме того, что все остальные яйца, они уникальны, нигде больше их не встретишь. Ну, как бы вот так вот. Кстати, там красивых было очень много в этом году. Ну, было несколько трэшовых таких, явно трэшовых, которые ты получаешь просто для коллекции. Ну, просто чтобы были, ты их вряд ли будешь носить. А очень много было реально красивых, которые я бы хотел сочетать с какими-то костюмами и носить позже. Так что, ребятки, не исключено, что в скором времени вы увидите некоторые из этих яиц. А, минуточку, а в чём уровень заключался? В том, чтобы дойти до конца. А опасности нет? Что с этим уровнем не так? Нет, нет, конечно. Ну, тогда мы только начинали играть, да, и... Так, ребятки, откроем вам великую тайну. Изначально в Роблокс начинал играть именно код, и начинал он играть в Роблокс с телефона. Это было давно, и это было... Это было жёстко, мы развлекались как могли. Вот, это сейчас мы уже такие сидим и играем с топов, и размышляем на эту тему, но... Далёкий шестнадцатый год. Опять хейст? Ну, я понимаю, что эту карту сейчас дают чаще, потому что осталось пару дней до конца Экханта. Ну, ладно. Ну, надо сказать пару. Ну, так сказать пару. Да как я упал? Я же нажал на Space. Да как я тут упал? Я нажимал на Space. Наспорт просто нажимал на Space. Недостаточно нажимал. Надо по нажимистей нажимать. А почему ты не бежишь сюда с этим паром стекла? Зачем? Чтобы ты злому не жил первым. Я прибегу первым. Ну, не первым, я в принципе прибегу. Мне этого хватит. Ты мог только что-то сейчас прикичить в лазер, но ты мог прийти на свесе, потратить дамки, чтобы у нас куда-то уже не было. Всё, я улетел. В четвёртым? Я пришёл даже четвёртым. Я мог вообще сейчас поджариться нафиг, никуда не прийти. По сути, да. По сути, это должно быть вкусно. Не по вкусу вкусно, но по сути вкусно, да. Ребят, никогда не пейте алкоголь. Опа. Вот это сейчас было стрёмно. Ну, ты смеешь, что происходит? Зачем ты с этой стороны идёшь? Ладно. Ладно, ребятки. Примерно вот так мы сегодня с вами побегали. Посмотрели эту игру, этот режимчик. Она классная. Ну, нам понравилась. Надеемся, вам тоже она понравилась. На этом, наверное, сегодня всё. Увидимся в других бесконечных мирах Роблокса. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем пока. Всем пока, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok